Добрый день, друзья! Программа «Час» с Еленой Гордон и я, ее ведущая. Амус Оз Клаузнир. Израильский прозаик и журналист. Родился 4 мая 1939 года. Произведение Оза изданы на 38 языках в 36 странах мира. Его роман «Мой Михаэль» 1968 год включен в Международные ассоциации издателей в список 100 лучших романов XX века. В 1997 году президент Франции Жак Ширак наградил Оза Орденом Почетного Легиона с 1991 года. Действительный член Академии языка иврит. Лауреат премии имени Бялика 1986, премии Израиля по литературе 1998, премии Гёте 2005, премии Кавки 2013 и еще многих премий. Почетный доктор Антверпинского университета. В 2009 году Оз считался основным претендентом на Нобелевскую премию по литературе, но в итоге ее получила германская писательница Герта Мюллер. На русский язык произведение Амуса Оза перевел Виктор Радуцкий. Виктор Радуцкий по образованию радиоинженер закончил Киевский политехнический институт в Израиле с 1976 года, доктор философии Еврейского университета в Иерусалиме по специальности псалмистика, украинистика, научный сотрудник краткоеврейской энциклопедии. Синхронный переводчик и переводчик Министерства иностранных дел Израиля работал с президентами Израиля Хаймом Герцогом, Эзером Вейтсманом, Мошек Ацавом, Шимоном Пересом, главами правительства Израиля Исхаком Рабиным, Шимоном Пересом, Игудом Бараком, Ариэлем Шароном, Иудом Ольмертом, Бенемином Натаниягу, переводит с иврита на русский и украинский языки. Награжден медалью Зеева Жаботинского за выдающийся вклад в дело культурного сотрудничества народов Израиля и Украины. Из беседы Виктора Радуцкого с читателями. В детстве никак не мог выучить украинский язык. Никак. Конечно, я учил все, что положено по программе, потому что я потомственный отличник. Мой брат – великий ученый и изобретатель. Мой второй брат – он гений, заслуженный изобретатель Советского Союза. Понятно, что я не мог не тянуться за братьями, но мне очень трудно давался украинский язык. Но кончилось это тем, что я взял учебник пятого класса и выучил его от корки до корки. Просто выучил. Дальше произошла удивительная вещь. Я после этого не только стал это читать, я стал это безумно любить. Я стал это понимать. И украинскую поэзию, и украинскую литературу, философию. Этот потрясающий язык. И вот как судьба расставила вехи. Привозит в Иерусалим Ивана Демьяника. Помните, был такой нацистский преступник. И понадобился переводчик на украинский язык. Порекомендовали меня. Перед вами человек, который семь лет просидел на скамье подсудимых. Это не просто знание языка. Это понимание тонких вещей, существенных. Это процесс. Я был весь в этом процессе. Я жутко это пережил. С какого-то момента я перестал спать, перестал есть. Я не мог ничего слышать. Я был весь в этом процессе. Я ходил каждый день на этот процесс. Звонил Амусу. Говорил, я хочу слышать человеческий голос. Я решил, что больше не могу. Что в эту ночь все. Я завтра приду, скажу, что я больше не могу так жить. Эти ужасы канцлагерей. Эти свидетели, которые приходили на процесс. С этим решением я лег спать. И ночью ко мне приходит бабушка. В мире есть только один человек, у которого Господь Бог работал заместителем. Это моя бабушка. Это был величайший человек и по образованности, и по тому, как она вырастила четырех детей, и внуков, и по той любви, которую мы питали к этому существу. Приходит бабушка и говорит мне. Мой сынок, нельзя этого делать. Разве ты не помнишь, что 28 членов нашей большой семьи лежат в Бабьем Яру? Ты не должен этого делать. Ты не можешь отступить. Ты должен прийти и работать до конца. И утром я встал. У меня был мороз по коже, но я встал бодрый и работал, и больше никогда об этом не задумывался. Это был поворотный момент. С этого момента я стал переводчиком. В Москве вышел восьмитомник Амосу Оза, переводчик Виктор Радуцкий. «Амос Оз. Сумхи» – предисловие для родителей Виктории Мунблит к русскому изданию. Из этого предисловия. «Сумхи» – детская книга и книга о детстве взрослого писателя Амоса Оза. «Сумхи» – это его возвращение в Иерусалимское детство. Есть истины, всем ведомые. Истина первая. Дети всего мира похожи друг на друга. И потому, как многие мальчишки в разные времена и в разных странах, Сумхи, влюбившись в девочку, начинает дергать ее за косы. Всегда любили мальчишки и девчонки меняться. И Сумхи меняет велосипед на игрушечную железную дорогу, Железную дорогу на собаку, А в конце концов оказывается с маленькой точилкой, Которая может быть танком в сражениях пуговиц И которая становится подарком для любимой. Во всем мире мечтают дети, и не только дети, О далеких, иногда выдуманных странах. Дети убегают в свою страну – швамбранью льва Кассиля, Страну дураков Карла Колоди, Страну ос Франка Баума. И Сумхи, как и мальчишки России, Италии или Америки, Хочет убежать далеко-далеко в землю у банги Шари, Через саванну и непроходимые леса, Куда еще не ступала нога белого человека. Истина вторая. Дети всего мира не похожи друг на друга. Сумхи – израильский мальчик. Он иерусалимец. И потому он придумывает для Эсти прозвище Клементайн. Нельзя сильнее обидеть еврейскую девочку Из-под мандатной Палестины, Чем назвав ее английским именем. А приятеля и одновременно недруга Сумхи Зовут Барх Кохба – Соколовский. В странном этом сочетании – эпоха. Эпоха энтузиастов из Польши и России, Приезжавших в Эрец-Исраэль, Где становились Йоцмахи – Цемахами, А Янаки – Барх Кохбами. Вот они стоят и деловито обмениваются. Вчерашние враги – Сумхи и Гольг Германский. Но прислушайтесь. Одно из условий этого обычного мальчишеского обмена – Прием Сумхи в группу Мстителей, Ту самую, которая пишет на стенах лозунги против англичан И требует отставки Бен-Гуриона. «Они живут в святом городе, Но они мальчишки. Они мальчишки, Но они живут в святом городе. И сплетаются. Молитва Шма-Исраэль С неудачным спуском на велосипеде, История царя Саула с нахождением точилки, Имя библейского пророка, С улицей, на которой живет девочка-одноклассница. И все, о чем рассказывает Сумхи, Случилось с ним теплым иерусалимским вечером. Ругаются с балконов. По-польски. Соседки. Иногда протарахтит английский джип. Орет от переполняющей ее любви кошка. Над древним городом, Над великим городом, Над пророками и солдатами Несется запах квашеной капусты, Смолы, Подсолнечного масла, Мусорных ящиков И выстиранного белья, Еще теплого и влажного. Над Иерусалимом плыл вечер. Амас Ос, родившийся в Иерусалиме в 1939 году, Жил всегда жизнью израильского писателя, Ибо в ней в этой жизни было все. Родители, приехавшие в Эрец Исраэль из России, Детство в подмандатной Палестине, Жизнь и работа в кибуцах у льда, Служба в армии обороны, Участие в шестидневной войне И войне судного дня, Учеба в еврейском университете И в Иерусалиме, В Оксфордском университете В Англии. Сегодня Амас живет в Араде. Он профессор литературы и философии В университете Бен-Гуриона в Бершеве И пишет книги, любимые Израилем И переведенные на много языков. Среди этих взрослых книг Сумхи, лиричный и добрый рассказ о детстве, В которое все мы, в конце концов, возвращаемся. Амус-Ос, Сумхи. Вступление о переменах. Во вступлении излагаются разные мысли, Воспоминания и выводы. При желании его можно не читать И сразу перейти к первой главе, С которой начинается рассказ. Все можно поменять или изменить. Большинство моих знакомых и друзей, К примеру, меняют старую квартиру на новую, Обмениваются пожеланием доброго утра, Обменивают акции на ценные бумаги и наоборот, Меняют велосипед на мотоцикл, А мотоцикл на автомобиль, Обмениваются марками и монетами, Меняют занавески и профессии, Обмениваются письмами, мнениями и идеями, А иногда просто улыбками. В квартале Шарейхэсет жил некогда кассир, В который в течение месяца сменил и дом, и жену, Изменил свою внешность, Отрастил себе рыжие усы и длинные бакенбарды, Тоже рыжеватые, Поменял и имя, и фамилию, И даже свои привычки, Короче, он все поменял. В один прекрасный день превратился этот кассир В барабанщика из ночного клуба. В сущности, этот случай не говорит о переменах. Подобно тому, как чулок выворачивается рукой наизнанку, Так и здесь произошло превращение, а не перемена. И, между прочим, пока мы тут разглагольствуем и философствуем, Мир, который нас окружает, тоже меняется. Пока царствует на всей земле лето, Голубое и прозрачное, Пока еще жарко, И небо пылает над нами, Но под вечер чувствуется прохлада, Которой так недавно не было. Налетающий ночью ветер приносит запах винограда, И вот уже листва начинают постепенно жухнуть, И море чуть синее, чем прежде, И земля стала коричневеть, И даже далекие горы еще немного отдалились. Вот. И я сам, когда было мне около 11 лет, И двух месяцев, Менялся четыре или пять раз на день. И рассказ мой можно начать с дяди Цебаха, А можно и с Эсти. Я начну с Эсти. Глава первая. Любовь. Здесь откроются некоторые вещи, Хранившиеся до сих пор в строжайшей тайне. Речь пойдет о любви и других чувствах. У нас на улице с Хария Жила девочка по имени Эсти. Я любил ее. Утром за завтраком, С куском хлеба во рту, Я бывало шептал про себя. Эсти. И отец сердился. Нельзя жевать с открытым ртом. А вечером про меня говорили. Этот ненормальный снова заперся в ванной И часами играет водой. Но я вовсе не играл с водой. Я наполнял раковину до краев И пальцем писал на воде ее имя, Как бы скользя по волнам. Иногда по ночам мне снилось, Что, столкнувшись со мной на улице, Эсти вдруг указывает на меня пальцем И кричит «Вор! Вор!» Я в испуге пускаюсь бежать, А она гонится за мной. И все остальные бросаются в погоню. Баркох Басоколовский И Голь Гарманский И Альдо И Эли Вайнгартен Все бегут за мной. Мы пересекаем пустыри и дворы, Минуя заборы и свалку, Несемся переулками, Но вот преследователь потихоньку отстает, И только Эсти без устали гонится за мной. И тогда, наконец, мы бежим только вдвоем. И почти одновременно Оказываемся в каком-то таинственном месте. То ли это дровяной склад, То ли чердак, То ли темный треугольник Под лестницей в незнакомом доме. И тут вдруг сон останавливается, Становится таким сладким и страшным, Что от великого стыда Я просыпался и даже плакал. Иногда. Я записал два стихотворения о любви В черной записной книжке, Которая потом потерялась В роще Тель-Арза. Может, и к лучшему, что потерялась. А Эсти? Что она знала? Эсти ничего не знала. А может, знала и удивлялась. Например, однажды на уроке географии Я поднял руку и, когда мне позволили, Решительно заявил. Озеро Хола называется также Сумхи. Понятное дело, весь класс взорвался От дикого, дурацкого хохота. А ведь то, что я сказал, было правдой. Так в энциклопедии написано. Но наш учитель, господин Шетрид, Немного растерялся и даже устроил мне гневный допрос. А это почему и откуда? Но класс уже озверел. И со всех сторон вопили. Сумхи! Сумхи! Потому что Сумхи! Господин Шетрид раздулся на глазах, Побагровил и рявкнул свое обычное. Замри все живое! Через пять минут страсти улеглись, Но прозвище Сумхи так и прилипло ко мне Почти до конца восьмого класса. Все это я рассказал просто так. Лишь для того, чтобы отметить одну важную вещь. В конце этого урока Эсти прислала мне записку. Псих ненормальный. Но зачем тебе всегда надо наживать неприятности? Прекрати! А в самом низу записки буквами помельче было приписано. Ну ничего. Э. Эсти. Что же она знала? Эсти ничего не знала. А, быть может, знала и удивлялась. Мне никогда не приходило в голову тайком сунуть в ее ранец любовное письмо, как сделал Эли Вайнгартен, когда он влюбился в Нурит, или послать к Эсти Суаху, девочку по имени Раанана, которую Тарзан Бамбергер послал к той же Нурит. Наоборот, я при всяком удобном случае дергал Эсти за косы, а ее чудесный белый свитер, который она надевала весной, я без конца приклеивал с жевательной резинкой к стулу. Собственно говоря, почему? А так, почему бы и нет? Чтоб знала. Случалось, что я чуть ли не изо всех сил заламывал за спину ее тонкие руки, так что она начинала ругаться и царапаться, но никогда не просила пощады. Хуже того, это я придумал для нее прозвище Клементайн. Звучала в те дни в Иерусалиме такая песенка. Ее пели английские солдаты из лагеря Шнеллер. О, май дарлинг! О, май дарлинг! О, май дарлинг Клементайн! И девчонки из нашего класса подхватили это прозвище с восторгом. И даже спустя полгода, когда уже все переменилось, в Хануку еще называли у нас Эсти именем Тина, которая образовалась от слова Клементина, от моего английского прозвища Клементайн. А Эсти? У нее существовало для меня лишь одно слово. Уже с утра припечатывала она меня этим словом, еще раньше, чем я начинал злить ее. Мерзкий. Дважды или трижды на больших переменах я так выкручивал Эсти руки, что у нее выступали слезы на глазах. За эту Ахимда, наша классная руководительница, наказала меня, и наказание я снес как мужчина, стиснув зубы. Так без особых происшествий продолжалась наша любовь до последнего дня праздника Шавуот. Эсти плакала из-за меня на больших переменах, а я из-за нее по ночам. Глава вторая. Широкая натура. Дядя Цемах превосходит себя, а я отправляюсь в путешествие к истокам реки Замбези, то есть в Африку. На праздник Шавуот приехал дядя Цемах из Тель-Авива и привез мне в подарок велосипед. Правда, мой день рождения попадает на период между праздниками Песах и Лак-Баомер, но, по мнению дяди Цемаха, все праздники одинаковы, более или менее, за исключением праздника Тубишват. К нему он относился с исключительным почтением. Он бывало говорил, «На Хануку все еврейские дети учатся в классе ненавидеть злых греков. В Порим мы ненавидим персов, в Песах – египтян, а в Лак-Баомер – римлян. 1 мая – день демонстрации против англичан. 9 ава – пост в память о разрушении нашего храна вавилонянами и римлянами. 21 тамуза – день смерти Герцля и Бялика. 11 дара – мы с печалью и гневом вспоминаем о том, что натворили арабы в Тель-Хае, где пали Трумпельдор и его товарищи. И только в Тубишват мы ни с кем не ссорились, не было у нас бед, но именно в этот день, как назло, почти всегда идет дождь. Дядя Цемах, как мне объяснили, был старшим сыном бабушки Эмилии, сыном от ее первого брака, еще до того, как они поженились с дедом Исидором. Гостя у нас, дядя Цемах, частенько будил меня утром в половине шестого, и мы, как заговорщики, пробирались на кухню и там тайком жарили себе двойную яичницу. В такие минуты веселые искорки загорались у него в глазах и вел он себя так, будто мы с ним оба принадлежали какой-то опасной шайке, но до поры до времени довольствуемся вполне невинными забавами, вроде двойной яичницы, которую готовим тайком. В глазах нашей семьи репутация дяди Цемаха была сомнительной. К примеру, о нем говорили так. Уже в 14 лет он был мелким спекулянтом с улицы Налевской в Варшаве, а нынче он спекулянт с улицы Баграшов в Тель-Авиве. Совсем не изменился. Даже загореть не сумел. Ничего не поделаешь. Таким уродился. Последнее замечание было, по-моему, глупой и несправедливой придиркой. Дядя Цемах не загорал потому, что не мог загореть. Вот и все. Даже если бы он стал работать спасателем на берегу моря, то и тогда не удалось бы ему загореть, разве только покраснил бы, как вареный рак, а потом бы совсем облез. Уж такой он. Белокожий-белокожий, худощавый, невысокого роста, словно вырезанный из бумаги, светловолосый, с красными, как у кролика, глазами. Значения прозвища спекулянт я в то время не понимал, но про себя решил так. Дядя Цемах привык носить майку и короткие до колен штаны цвета хаки еще там, в Варшаве. Он привык засыпать, сидя перед радиоприемником в этом своем наряде, и с тех пор не изменился к лучшему. Держался своих странных привычек и здесь, в Тель-Авиве, на улице Баграшов, засыпая перед приемником в майке и в коротких штанах. Ну и что, думал я, что в этом такого? И кроме всего прочего, дядя Цемах жил на улице Грузенберг, а не на улице Баграшов. А еще иногда дядя Цемах вдруг затягивал песню. Пел он натреснутым голосом с большим чувством. И путь мой лежит далеко-далеко, тропинка петляет и вьется. О дядиных причудах говорили у нас на Идаше, чтобы я не мог понять. Все эти речи завершались тревожным шепотом, и в самом конце всегда шипело словечко Мишигенер, сумасшедший. Но я не считал, что дядя Цемах сумасшедший. Даже когда он пел свою песню или какую-нибудь другую, я чувствовал, что на сердце у него грустно. Но иногда он, наоборот, был веселым и шутил беспрестанно. Скажем, усаживался он с моими родителями и тетей Эдной под вечер у нас на балконе и начинал говорить о вещах, которые никак нельзя обсуждать в присутствии детей. О сделках и прибылях, о земельных участках, финансовых хитростях, скандалах и изменах в кругах богемы, а иногда даже произносил грубые словечки. И тут его заставляли немедленно замолчать. Ша, Йоцмах, что с тобой? Ты спятил? Ведь мальчишка сидит тут. Все слышит. А он не грудной владенец. А какие дядя Цемах привозил мне подарки? Он всегда выбирал вещи неожиданные, от которых захватывало дух. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Модные журналы и телепрограммы. Комментируйте, задавайте вопросы на сайте www.radionbc.com А.УС-ОЗ Сумхи. И вот однажды весь путь от центральной автобусной станции на улице Яфа до нашего дома проделал дядя Цемах на поддержанном велосипеде марки «Ралли». Велосипед этот был в полном порядке. И звонок, и фонарь, и багажник, и отражатель света сзади. Но только стержень, соединяющий седло с рулем, рама, отсутствовал. В первую минуту я в порыве безмерной радости не понял всей серьезности этого факта, отсутствия рамы. — На этот раз ты и в самом деле перешел все границы, Цемах, — сказала мама. — Ведь парню только одиннадцать. Что же ты собираешься подарить ему в день бармицвы? — Верблюда, — спокойно ответил дядя Цемах. Ответил так, будто заранее был готов к этому вопросу. Папа сказал. — Быть может, стоит подумать, Цемах, к чему все это может привести? — Я не дождался дядиного ответа. Мне было все равно, к чему это может привести. Весь во власти сумасшедшей радости и гордости я помчался с велосипедом на задний двор, туда, где меня никто не мог увидеть. Я расцеловал руль, потом поцеловал несколько раз тыльную сторону ладони и заорал шепотом. — Господи Боже, Господи Боже, Господи Боже! — и вдруг вырвался из моей груди дикий вопль. — Гималай! Затем я прислонил велосипед к дереву и подпрыгнул высоко вверх. Чуть успокоившись, я заметил отца. Он возвышался надо мной, стоя в проеме окна, и наблюдал. Нарушив долгое молчание, отец произнес. — Ладно, пусть будет так. Я прошу лишь одного. Мы с тобой заключим сейчас небольшой договор. Ты будешь кататься на своем велосипеде не более полутора часов в день. Ты всегда будешь ездить по правой стороне дороги, даже если улица пустынна. И ты не выйдешь за пределы улиц Малахи, Цфания, Схария, Овадия и Амос. На улицу Геула ты не поедешь. Там всегда носятся британские шоферы из лагеря Шнеллер. Они зачастую пьяны или попросту рады делать нам пакости. А иногда и то, и другое вместе. И, пожалуйста, сделай милость. На перекрестках действуй с умом. Дядя Цемах воскликнул. — Взвейтесь, соколы, орлами! — Мама! — Да-да, только осторожно, — я сказал. — Ладно, пока. И лишь когда отдалился от них, крикнул. — Все будет в порядке! — и выкатил велик на улицу. Как смотрели на меня мои одноклассники и соседские дети, большие и малые. Краешком глаза, чтобы они не заметили, я тоже посматривал на них. И видел зависть, презрение, злобу. А мне-то что? Мне безразлично. Медленно, словно участвуя в какой-то процессии, я прошествовал перед ними, ведя одной рукой свой велосипед под носом у всех вдоль тротуара. На моей физиономии застыло безразлично лицемерное выражение, будто я хотел сказать. Ничего особенного. Просто велосипед-ралли. Вы, конечно, можете лопнуть на месте. Ну и, пожалуйста, это на вашей совести. А мне до этого дела нет. Тут уж Элли Вайнгартен не сдержался. Он смотрел на меня, будто ученый, открывший какое-то странное ползучее существо. Гляньте, ребята, для сумхи купили девчачий велосипед. Без рамы. Скоро купят ему платье для субботы, — сказал Баркохба Соколовский, который даже не удостоил меня взглядом, а сосредоточился на том, что с превеликой осторожностью подбрасывал в воздух разом две монеты, ловя их ладонью. К волосам сумхи подойдет розовая ленточка. Голос Тарзана Бамбергера. Они с Эсти станут подружками. Водой не разольешь. Снова Баркохба. Только Эсти уже носит лифчик, а у сумхи пока ничего нет. Подлый Элли Вайнгартен. Тут же на месте я решил. Хватит. С меня довольна. Я не стал ругаться и ломать им кости. Я только покрутил указательным пальцем левой руки у виска, как это делал дядя Цемах, когда при нем упоминали имя британского министра иностранных дел Лорда Бевина. И немедленно, не минуты, вскочил в седло и помчался в сторону спуска на улицу Цфания. Пусть себе говорят. Пусть лопнут. А я? Мне наплевать. И кроме того, я из принципа не начинаю драку с теми, кто слабее меня. И при чем тут Эсти? Какая еще Эсти взбрела им в голову? И вообще, еще сегодня я сматываюсь отсюда на своем новом велике на юг, через Катамон и Тальпиот, через Бетлехим, Хеврон и Бершеву, через Неги, Фесинайскую пустыню, прямо в сердце Африки, к истокам реки Замбези, мужественной и одинокей среди всех этих кровожадных подростков. Но уже в пути, в конце улицы Цфания, я спросил себя, почему эти подлые мальчишки так ненавидят меня? И в тайниках совести я вдруг обнаружил, что сам кое в чем виноват. И сразу стало мне легче. Тот, кто может пожалеть даже самых заклятых врагов, имеет великую душу. Никакая сила в мире, никакие препятствия не остановят такого человека на пути к новым и еще не открытым землям. Прямо сейчас, решил я, заеду ко льду, посоветуюсь с ним, а от него, без всяких проволочек, сегодня же отправлюсь в Африку. Но Сумхи не отправляется сегодня же, без всяких проволочек, в Африку, а заехав ко льду, обменивают у него свой велосипед на игрушечную железную дорогу, потом у другого мальчика железную дорогу на собаку. Но собака обрывает поводок, исчезает в подворотне, тьма поглощает ее. Поздний вечер. Что делать? Как быть? Заявиться домой? Без велосипеда? Что сказать родителям? Сумхи решает идти к тете Эдни, и когда, наконец, встает с твердым намерением к ней отправиться и попросить у нее убежище, вдруг видит, что что-то блеснуло среди сухих сосновых иголок на темной земле. Я наклонился, выпрямился. Оказывается, точилка. Такая себе маленькая точилочка, даже не совсем новая, но зато сделанная из металла, отливающего серебром, довольно тяжелая, прохладная и приятная, если сжать ее в кулаке. Этой точилкой можно чинить карандаши, но ведь она может быть и танком в сражениях пуговиц, когда я играю дома на ковре. Я зажал точилку в руке и решил бежать домой. Все-таки не с пустыми руками. Отец тихо спросил, «Ты знаешь, который теперь час?» «Поздно», — ответил я грустно и сжал в ладони свою точилку. «Теперь 7.36», — сообщил отец, загородив телом дверной проем и показывая всем своим видом, что он пришел к печальному, но абсолютно неизбежному выводу, и добавил, «Мы уже поужинали». «Я сожалею», — пролепетал я тихим голосом, «Мы уже поужинали и даже вымыли посуду», — повторил отец спокойным тоном. «Я хорошо знал, что предвещает это спокойствие. Где пребывал почтенный милорд все это время? И где велосипед?» «Велосипед?» — переспросил я с изумлением, и кровь отхлынула от моего лица. «Велосипед!» — настойчиво произнес отец, четко выговаривая это слово. «Велосипед?» — пробормотал я. «У моего приятеля. Я оставил его у одного приятеля. И прежде чем я успел остановиться, мои губы сами собой проговорили. До завтра». «Ах так!» — сказал отец участливо. «Будто всем сердцем сочувствовал моим страданиям и готов мне всячески помочь добрым советам. А можно ли узнать, кто этот достойный друг и кем наречен он в Израиле? Этого я не могу открыть. Нет? Нет. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Теперь... Я уже знал это. Теперь последует первая затрещина. Я весь спружинился, пытаясь втянуть голову в плечи, зажмурил глаза и изо всей силы сжал в руке точилку. Прошли три или четыре долгие и медленные секунды, но затрещины не последовало. Я открыл глаза и часто-часто заморгал. Отец спокойно дожидался, пока я все это проделал, а затем сказал. «И еще один вопрос. Если сэрс не зайдет до нас, грешных...» «Что?» — машинально спросил я. «Можно ли узнать, что его величество скрывает от наших глаз в правой руке?» «Нельзя», — ответил я шепотом и почувствовал, как у меня вдруг похолодели ступни ног. «И этого нам нельзя?» «Я не могу, папа. Его высочество не расположено удостоить нас сегодня своей милостью», — с ожалением заметил отец, но, не утрачивая достоинства, продолжал. «И все-таки, может, покажешь? Для моей и твоей пользы, для нашей общей пользы». «Я не могу». «Ну, смотри, сумасшедший мальчишка!» — заревел отец, и в эту минуту я почувствовал сильные боли в животе. «Живот сильно болит», — сказал я. «Прежде покажи, что ты сжимаешь в кулаке». «Потом», — взмолился я. «Ладно», — сказал отец другим тоном. «Еще раз повторил. Ладно». И отошел в сторону. Я взглянул на него в последней надежде получить прощение. Им именно в эту минуту меня оглушила первая затрещина. И вторая. За ней наверняка последовало бы и третья, но, придя в себя от страха, я уже выпрямился, прыгнул в сторону и кинулся на улицу в непроглядную тьму. Мне казалось, что я бегу изо всех сил, но у меня получалось что-то вроде легкой робкой трусцы. Я бежал, чуть не плача, и на бегу принял жуткое решение. Нога моя больше не переступит порог этого дома. Не бывать мне в этом квартале, даже в Иерусалиме. Я сейчас же отправлюсь в путь, и нет мне дороги назад. Во веки веков. Амус-Оз. Сумхи. Было девять, а может быть, четверть десятого. Я сидел на ступеньках у запертой бакалейной лавки Бялига, и слезы подступали у меня к горлу. В таком положении обнаружил меня высокий молчаливый человек, который прогуливался по пустынной улице, спокойно покуривая трубку с серебряной крышечкой. Инженер Инбар, отец Эсти. О, сказал он, склонившись ко мне и вглядевшись в мое лицо. Да ведь это ты. Хм, может быть, я могу тебе чем-нибудь помочь? Замечательно, что инженер Инбар заговорил со мной не так, как говорят с малыми детьми, а так, как взрослые говорят друг с другом. Может быть, я смогу тебе чем-нибудь помочь? Будто я, к примеру, был шофером, которому понадобилось сменить в темноте лопнувшее колесо. — Спасибо, — сказал я. — Случилось что-нибудь? — спросил инженер Инбар. — Ничего, — ответил я. — Все в порядке. Но ведь ты как будто чуть не плачешь. С какой стать? Я вовсе не плачу. Я только это, простужен. Просто простужен. Отлично. А нам, случайно, не по дороге? Ты ведь тоже направляешься домой. Я? Нет у меня дома. То есть? Это значит, что родители мои уехали в Тель-Авив. Они вернутся завтра. Оставили мне еду в холодильнике. Ну, так сказать. У меня был ключ на белом шнурке. Хм, понятно. Ты потерял ключ, и теперь тебе некуда идти. Нечто подобное? Ну, совершенно точно. Случилось со мной, когда я был еще студентом в Берлине. А теперь пойдем. Ведь нет никакого смысла продолжать сидеть здесь до завтрашнего утра. Да еще со слезами на глазах. Ну, куда же мы пойдем? К нам, разумеется. Эту ночь ты проведешь у нас. В гостиной есть кушетка, и раскладушка где-нибудь найдется. Да и Эсти наверняка обрадуется. Вставай. Пошли. Как бешено колотилось всю дорогу мое глупое сердце. Там, под рубашкой, под майкой, под кожей, под ребрами. Эсти обрадуется. Эсти обрадуется. От мертвого моря до Иерихона разнесся запах цветущего граната. Эсти обрадуется. Там сидели мы, инженер Инбар и я. Ужинали и обсуждали политическую обстановку в стране. Мы обменялись мнениями по поводу политической ситуации. Он сидел в кресле, а я на кушетке. Жалюзи были спущены, и комната освещалась лампой в форме уличного фонаря, укрепленного на медной ножке. Она стояла у письменного стола в углу между стеной, где висели картре книжные полки, и стеной, увешанной трубками и сувенирами. А еще в комнате был огромный глобус на подставке, заграничный, который крутился от легкого прикосновения пальца. Я с трудом отводил взгляд от этого глобуса великана. Все это время Эсти была в ванной. Не выходила. Лишь шум и плеск воды слышался из-за закрытой двери в конце коридора до голоса Эсти, напевавшей популярную песню Шушанны Дамари. «Библия», — сказал инженер Инбар из облака табачного дыма, «Что за вопрос?» Библия, несомненно, и точно обещала нам всю эту землю. Но Библия написана в одно время, а мы живем в абсолютно иное. «Ну и что?» — воскликнул я с вежливым гневом. «Нет никакой разницы. Разве что в те дни арабы называли себя иебутеями, ханананеями, а англичане назывались филистимлянами. Ну и что? Наши враги меняют обличья, но они вечно не дают нам покоя. Все наши праздники подтверждают это. Всегда те же враги. И эта война ведется непрерывно». Инженер Инбар не торопился с ответом. Черенком трубки он почесал в затылке. Затем, словно собираясь с мыслями, стал тщательно подбирать крошки табака со скатерти, осторожно сыпая их в пепельницу. Покончив с крошками, он произнес громким голосом. «Эстер, брось якорь в порту и приходи поглядеть, кто тебя ждет. Да, гость, сюрприз. Не могу сказать. Сойди, в конце концов, на сушу и посмотри сама». Так, арабы и англичане, вне всякого сомнения. Ханананеи и филистимляне со дня появления их на свет. Но попробуй убеди их видеть ситуацию в таком свете. Библейские времена канули вечность, а наше время – это совсем другое дело. Кто в наши дни способен превращать палки в крокодилов и змей? Кто способен ударить посохом по скале так, чтобы из скалы полилась вода? Эти сладости я привез на прошлой неделе из Берута. Ешь, ешь на здоровье, не стесняйся. Это называется рахат лукум. Кушай. Видишь, сладко и вкусно. Ты, как я полагаю, уже принадлежишь какой-нибудь партии? Я? Да, промямлил я вяло. Но никто, и что мой папа. Наоборот. Ты полностью поддерживаешь деятельность подполья и противишься любому компромиссу, уверенно заявил инженер Инбар. Великолепно. Итак, по ряду вопросов у нас есть разногласия. Между прочим, портфель твой со всеми книгами и тетрадками тоже остался в запертой квартире. Плохо дело. Завтра утром ты пойдешь в школу вместе с Эстер, но без портфеля. Эстер, ты случайно не утонула там? Может, тебе нужен спасательный круг? Можно мне взять еще один кусочек? Спросил я очень вежливо, но решительно. И, не дожидаясь ответа, придвинул к себе блюдце с рахат лукумом, который и вправду оказался вкусным, хотя и прибыл из Бейрута. Хорошо мне было в этой комнате, между стеной с картинами и книгами, и стеной с трубками и сувенирами, с опущенными жалюзи. Хорошо было вести серьезный мужской разговор с инженером Инбаром. Удивительно было то, что инженер Инбар не сердился и не посмеивался надо мной, а просто отметил, что между нами существует разногласие. Мне тогда очень нравилось это слово. Я любил отца Эсти почти как ее, только по-другому, а может, еще больше. Я вдруг почувствовал, что ему можно открыться и без опасений рассказать, что я солгал ему, по-честному объяснить все обстоятельства, выложить все о том позоре и тех неудачах, которые выпали на мою долю в этот день, не скрывать, куда я держу путь, каков мой маршрут. Но тут как раз Эсти вышла из ванной, и я даже почти пожалел, что нашу мужскую беседу теперь придется прервать. Косы она не заплела, и на плечи падал поток белокурых волос, теплых и влажных, прямо жутко было глядеть. Она вышла в пижаме, разрисованной разноцветными слонами, большими и маленькими, а на ногах ее были материнские комнатные туфли. Войдя, она бросила на меня только один взгляд, быстрый и острый, и тут же подошла к креслу, в котором сидел инженер Инбар. Будто меня тут не было, будто я старая газета, случайно забытая на кушетке, будто я каждый вечер задерживаюсь здесь по пути в землю у Бандишари, и ничего нового не случилось. Ты был сегодня в Иерихоне? Спросила Эсти отца. Был. Ты купил мне то, что я просила? Нет. Было дорого? Точно. Ты постараешься найти это для меня, когда будешь быть лехами? Постараюсь. Скажи, это ты привел его сюда? Я. Чего это вдруг? Что стряслось? Она еще не удостоила меня ни единым словом, и я сидел молча. Его родители уехали, а он потерял ключ от дома. Как случилось со мной, когда я был студентом в Берлине? Мы встретились на улице Геуля, и я предложил ему пойти к нам. Мама уже накормила его. Он может спать здесь, в гостиной, на кушетке, а может, у тебя в комнате, на раскладушке. Как ты захочешь. И тут неожиданно Эсти, не поворачивая головы, обратилась ко мне. Хочешь спать у меня в комнате? Обещай перед сном рассказать мне что-нибудь жуткое. Не имеет значения, пробормотали мои губы, потому что сам я оцепенел. Что он сказал? – спросила Эсти отца с легким беспокойством. Может, ты случайно расслышал, что он сказал? Мне кажется, – ответил инженер Инбар, – он взвешивает обе имеющиеся возможности. Взвешивает, смешивает, – засмеялась Эсти. Так уж пусть ночует здесь, в гостиной, и покончим с этим. Спокойной ночи. Но Эсти удалось мне, наконец, прокричать почему-то шепотом. Спокойной ночи, – повторила Эсти и прошла мимо меня в своей летней пижаме со слонами и в больших материнских комнатных туфлях. Только запах ее мокрых волос остался и не исчез. Спокойной ночи, папа. И уже из коридора донеслось. Ладно, пусть будет в моей комнате. Не имеет значения. Слушайте «Народную волну» 24 часа в сутки. 7 дней в неделю в интернете.